Блогер Дмитрий Катуков недовольтворен качеством строительства детской площадки в своем дворе. Более трех недель назад, пишет автор, все работы внезапно прекратились. Оставив после себя недоделки и мусор, рабочие исчезли. И вот вчера в связи с этим было проведено собрание инициативной группы жителей двора. На него пришел и представитель компании-подрядчика. Он слушал претензии граждан, хлопал глазами и говорил, что за все не отвечает. Его только асфальт и дорожки. Выяснилось, продолжает Катуков, что конкурс по реконструкции двора выиграли одни. Они забрали часть денег и раздали субподряды другим. А те вынуждены были экономить, что и сказалось на качестве работ. Ситуация стара как мир, сетует блогер. Ну а представитель подрядчика пообещал все закончить в недельный срок. Блогер Игорь Кондратьев поведал интересные факты из истории пищевой промышленности губернии. Оказывается, пишет автор, самарский мясокомбинат был создан в 1932 году. По примеру, чикагских боен после командировки в США группы специалистов и проектировщиков. А в 1959 году жителям городов и рабочих поселков вдруг запретили держать скот на личных подворьях. Пленум ЦК потребовал, чтобы рабочие и служащие совхозов продали скотину своим же предприятиям. Это ограничение на практике затронуло и колхозников. Скупка скота велась форсированно, за бесценок, под угрозой лишения выпасов. Это сразу же вылилось в тотальный дефицит продовольствия. Уже в начале 60-х годов в ночных очередях за хлебом стоял весь Куйбышев. Продолжение следует...